Служить Отечеством только на государственной службе намерены и герои следующего сюжета. Последний звонок прозвенел сегодня для выпускников Ставропольского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы при Президенте России. Этот выпуск 12-й по счету, но он довольно сильно отличается от предыдущих. Как именно, расскажет Ирина Аполлонова. Долгожданный красный диплом получили 32 выпускника Академии при Президенте России. Отличница Руфина Хубиева на этом не остановилась. Девушка параллельно получает вторую вышку. Через год ее ждет еще один выпускной в стенах родной Академии. Диплом именно этой Академии мне поможет в будущем, поможет в будущем моей карьере и для реализации моих дальнейших поставленных планов. Я поступила на государственное муниципальное управление, потому что хочу работать в сфере государственного управления, хочу развивать нашу страну, систему государственного управления нашей страны. Также я параллельно обучаюсь на юриспруденции. Дальше в планах у девушки магистратура. Она появится в Академии уже осенью. Всего же долгожданные дипломы получили 150 будущих юристов, менеджментов и госслужащих. В этом году у нас особенность выпуска в том, что два года назад мы приютили около сотни студентов Махачкалинского филиала. И в этом году производится их выпуск. Им было нелегко ассимилироваться в материю жизни, организации учебы Ставропольского филиала. Однако все прошло замечательно, успешно. Они очень полюбили филиал. И сейчас у нас целый наплыв студентов из Дагестана. На торжественной церемонии также наградили лучших молодых ученых, спортсменов, а также тех, кто превзошел своих наставников и тех, кто не хочет расставаться с Академией. 17 лет назад ВУЗ старался стать вторым домом для студентов. И это получилось. За время учебы в Академии появились четыре студенческие семьи, в которых теперь подрастают будущие абитуриенты. Ирина Аполлонова, Константин Шеляпин, Ставропольское телевидение.